Организаторы рассказали о ходе подготовки к чемпионату, готовности спортивных объектов и графике тренировок и игр датской команды, которая будет базироваться в Анапе. Сегодня можно с уверенностью сказать, все пройдет на самом высоком уровне. Что на сегодняшний день на нашей территории происходит, на территории России, это никогда не было. Как не приобретение Советского Союза, так и во времена России. Я думаю, при моей жизни, наверное, второго я уже такого больше не увижу. И что относится именно к футболу, к чемпионату мира. Поэтому, конечно, спасибо руководству страны, что нам подарили такую возможность, что мы можем в этом участвовать. Работа по подготовке к чемпионату мира велась более четырех лет. Изначально планировалось построить одну спортивную площадку, но в результате сложных переговоров было принято решение построить два спортивных поля. Одно основное, другое резервное. Строительство велось за счет средств из федерального бюджета. Всего было потрачено порядка 328 миллионов рублей. На сегодняшний момент у нас действительно заявилась одна команда, датчане. Значит, они признали нашу площадку одну из лучших. Поверьте мне, это я вот не выдумываю, не говорю. У нас есть координатор ПИФА, организационного комитета, который не мне подчиняется, не краю, который, в общем-то, следит за процессами, которые происходят здесь по строительству стадиона, по его готовности. На сегодняшний момент спортивная база, которая расположена в селе Витязева, полностью готова к приему иностранных гостей. Дания уже завезла на базу спортивное оборудование, которое необходимо для тренировок. Сама команда приезжает в начале следующей недели. У датчан будет три игры. 16 июня они встречаются в Саранске с командой Перу. 21 состоится игра с Австралией. 26 июня – знаковая встреча с французами в московских Лужниках. После окончания соревнований стадионы и вся сопутствующая инфраструктура перейдут в пользование города, а точнее спортивным школам Анапы. Руслан Душевский, Анапа. Регион.